ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорректирована отдача оружия и разброс пуль, в том числе и у АК-47. Мертвым игрокам больше не видны иконки бомбы разминирования команд противника. На основе советов от профессиональных игроков были снижены значения параметров по умолчанию для акселерации при движении, а также стоп-спид. Немного увеличена случайность разброса при стрельбе. Видимо, разработчики стали действительно думать больше об аудитории, которая возможно превысит Counter-Strike 1.6, ведь комментарии к этому обновлению только положительные. Это неплохой обзорчик и ему самому понравилось. И пользователь с именем Ив также подчеркнул, что если Гоу будет тащить, я не против в него играть. Посмотрим, насколько эффективны будут обновления в следующих версиях, может быть из этого что-то и получится. В прошлом выпуске VSKiberNews в бегущей строке мы уже сообщали о новой лиге по Лиге Легенд. Тем не менее, не все обратили внимание на призовой фонд. Именно 5 миллионов долларов составит призовой фонд этого ивента, из которых 2 миллиона отойдут победителю. Турнир пройдет в Лос-Анджелесе 13 октября, пока анонсированы континентальные квалификации. Китай. 26 июля. Шанхай. Китай. Турнир на выставке China Joy. Европа. 16 августа. Киенгермания. Турнир на выставке Gamescom. Северная Америка. 31 августа. Сиэтл. США. Турнир на выставке Pax Prime. Корея. 21 сентября. Сеул. Южная Корея. Турнир на киберспортивном стадионе организации OGN. Тайвань. Гонконг. Макао. 22 сентября. Тайбей. Тайвань. Турнир на выставке G1. Юго-Восточная Азия. Сентябрь. Сингапур. Турнир на Гарена. Карнивал. Комьюнити в шоке. Планку, которую в 2011 году подняли International, установила призовой фонд, уже через год была передвинута на 5 миллионов долларов США. Во второй Доте опять вышел очередной апдейт, в котором добавили очередного героя. К вашему вниманию предоставляется обзор нового героя Дота 2, Фантом Ланцер, а также список последних изменений в игре. Изменена анимация атаки. Больше нельзя использовать пинг для определения иллюзий. Снова немного изменены иконки предметов. Обновлен портрет, а также его внешний вид как в обычном формате, так и в ульте. Курьеры будут апгрейдиться в порядке их создания. И это еще не весь список обновлений, а только некоторые пункты. Дота 2 также не избавляет обороты по своим улучшениям. Каждый день разные игровые компании, которые занимаются разработками игр, выпускают апдейты на свои шедевры. И Дота 2 не стала исключением. Но вот что думают зрители, ведь они сами являются игроками, и они, как никто другой, должны определять верность апдейтов подобного характера. Shadow Lines про Доты выразил свое мнение только смехом. А Хэллоуин вообще нашел схожесть нового героя с фильмом Аватар. Как всегда, мнения расходятся, и только сама игра расставит все на свои места. Все мы помним, что Дота 2 является бесплатной игрой, и после официального реализа любой обладатель Steam сможет ее скачать. Бесплатной она будет условно. Valve сообщила, что в Доте будет магазин, в котором пользователям придется покупать различные плюшки для игры. Вчера всего несколько минут был доступ в магазин, который быстро убрали. Тем не менее, удалось сделать несколько скриншотов. Мастерская. Любой из игроков второй Доты сможет самостоятельно разработать 3D-модель любой вещи для любого героя и отослать свою работу в Valve. После тщательного контроля моделька поступит в продажу в игровой магазин. Человек, создавший модель, получит некий процент от продажи данного предмета. Магазин. Никак не влияет на игровой баланс и несет лишь дизайнерский характер. Игроки смогут вносить в игру реальную валюту, доллары или евро, за которую смогут покупать различные вещи для своего любимого героя. Шляпы, посохи, перчатки, ожерелье, штаны, браслеты и куча других плюшек. Все вещи уникальны. Также есть неподтвержденная информация о том, что люди сами смогут зарабатывать игровую валюту или вещи, играя, то есть без взноса реальных денег. Хостгеймерс прокомментировал изменения так. Отличная идея, по-моему, особенно порадовала возможность разрабатывать модельку, ну и то, что люди сами могут зарабатывать игровую валюту, вещи, играя, то есть без взноса реальных денег. Хотите сразиться с ордами демонов и с преисподним вместе с другом, живущим на другом конце свет? В Diablo 3 можно играть на серверах, находящихся за пределами вашего региона, лишь с небольшим ограничением. И поможет вам в этом новая функция на Battle.net. Сервера Diablo 3 разделены теперь на три группы по игровым регионам. Северная и Южная Америка, Европа и Азия. Как правило, игроки создают игровых персонажей и играют только в своем регионе, который определяется местом жительства. С помощью функции международный доступ игроки смогут переключаться между регионами в меню параметров игры. Обратите внимание, персонажи, предметы и списки друзей нельзя перенести в другой регион. Игра на серверах другого региона подразумевает создание отдельных персонажей и списка друзей именно для этого региона. Также привязан к региону и аукцион, использующий новую валюту. А почему бы и нет? Ведь игра с друзьями это самое что ни на есть интересное занятие. Кроме того, игроки могут продавать предметы за настоящие деньги только в своем родном регионе. То есть, играя персонажем, созданным вне своего региона, вы не сможете покупать или продавать на аукционе предметы за настоящие деньги. Цель функции международный доступ дать возможность играть вместе с друзьями со всего мира. Это были все новости на сегодня. Редактор субтитров А.Семкин